В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Для членов клуба «Золотая осень» состоялась очередная экскурсия в рамках ежегодной серии паломнических поездок. Я считаю, что это хорошо, это познавательно, для людей это очень приносит много пользы. В городе Видное у кинотеатра «Иска» работает традиционная ярмарка. Мы приехали из города Барнаула, привезли мед алтайский. В преддверии Дня города в центральной библиотеке Видного открылась выставка «Знаковая история». Почетные грамоты, есть вымпелы, есть книги. Сегодня члены клуба «Золотая осень» посетили храм Воскресения Христова и храм Архангела Михаила. Эти места неразрывно связаны с бароном фон Мек, известным меценатом и производителем сельхозпродукции. Экскурсия состоялась в рамках ежегодной серии паломнических поездок, организуемых компанией Ротаагра. Вот уже пятый год компания Ротаагра организует бесплатные паломнические поездки для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, представителей ветеранских организаций и других социальных категорий жителей поселка совхоза имени Ленина. В этих поездках не только воцеркованные люди могут принять участие, но и те, кто только ищут себя, ищут свой путь к Богу и, может быть, получить ответы на те вопросы, на которые они не находят ответов в повседневной жизни. За прошедшее время его участниками стали более 4 тысяч человек, которые не только познакомились с церквями и храмами Москвы и Московской области, но и прикоснулись к богатой истории этих живописных мест. Галину Мушенцову, постоянную участницу экскурсий, особо впечатлила поездка в Зосимово пустынь. Там меня поразил, как храм расписан. Я даже спросила, кто же расписывал храм. Оказывается, белорусские художники. Ну, просто глаз не оторвешь. И стенки, и потолки. На этот раз члены клуба «Золотая осень» отправились в храм Воскресения Христова, расположенном в поселке Воскресенское, а также посетили храм Архангела Михаила в деревне Летово. Эти места неразрывно связаны с бароном фон Мек, известным меценатом и производителем сельхозпродукции. Я считаю, что это хорошо, это познавательно для людей, это очень приносит много пользы. Это уже вторая экскурсия после долгого перерыва, связанного с пандемией. Во всех поездках паломников сопровождают сотрудники компании, которые помогают пенсионерам с новыми правилами посещения исторических мест. У всех были маски, платочки, чтобы все понимали, как вести себя в храме, где поставить свечи, как написать записочки. А встречают нас всегда, это особенность как раз нашего проекта, встречают нас необыкновенные батюшки, по благословению которых проект и совершается. Для путешествий предусмотрены два микроавтобуса, каждый рассчитан на 15 человек. В будущем организаторы планируют расширить экскурсионную программу. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дом номер один по Жуковскому проезду. Его жильцы уже не раз становились героями наших репортажей. Проблем здесь хватает, но на днях появилась еще одна. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы пообщаться с жителями. Подробности у Максима Козлова. Недавно здесь положили асфальт, но теперь рядом с четвертым подъездом дома номер один по Жуковскому проезду возвышается гора из Блина и Щебня. По словам местных жителей, когда случилась авария, два дня никто ничего не предпринимал. И хотя прорыв устранили, появилась новая проблема. У нас прорвало воду, нас здесь ее не ремонтировали, заявки не принимали, хотя мы звонили соседам с первого этажа. У нас теперь в течение дня, начиная со вторника и по сегодняшний день, по нескольку раз в день, на две минуты где-то примерно отключается холодная вода. Ну то есть вот просто она отключается и все. Начиная со вторника я звоню в Мосводоканал, они мне говорят, ну это не наша проблема, это управляющая компания, управляющая компания говорит, мы воду не подаем, ваша проблема. Естественно, что в таких условиях невозможно эксплуатировать, например, стиральные машинки. Кроме того, подобное положение вещей не только добавляет дискомфорта местным жителям, но и является угрозой здоровью и жизни. Искупать ребенка под душем купать нельзя, нужно только набрать воду в ванну, потому что рискуешь ребенка обварить. Дают холодную воду, она пока вот, холодная вода горячая, пока она протечет, а огромный расход воды. Эта неприятность стала грустным дополнением к целому набору проблем, с которым приходится жить в доме номер один по Жуковскому проезду. Он был сдан в далеком 1982 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не делался ни разу. Протекают крыши на всех четырех подъездах. Угловые квартиры, там постоянно появляется плесень. То есть надо утеплять фасад весь. Напор воды очень маленький. Житель из дома Ирина Козырева показывает, в каком состоянии находятся стены в ее квартире. Говорит, ремонт делать бесполезно. Грибок и сырость появляются сразу после следующего дождя. О состоянии фасада свидетельствует и кусок стены на ее балконе, который просто отвалился. Полностью разрушение панелей дома фасада. Как можно жить в таком доме? Поэтому и мы просим сделать капитальное утепление всего фасада. В конце марта по инициативе депутата Олега Федорова состоялась встреча жильцов с представителями управляющей компании. На ней обсуждался ремонт крыши, фасады и подъездов. Назывался даже срок окончания работ. Начало сентября. У нас подписание паспорта готовности. И все это подгружается в систему АИС ГЖИ. Жилинспекция очень жестко контролирует эти работы все. До первого сентября. Увы, но пандемия коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы. На дворе конец августа, но работы так и не начались. По мнению депутата, все договоренности остаются в силе. Тем более, что деньги на ремонт выделены. В планах и капитальный ремонт крыши. В планах ремонт в подъездах. Замена всего необходимого. Все это в планах есть. И вот если удастся все-таки утеплить этот дом, то это будет, я думаю, просто радость на следующее десятилетие проживания в этом доме жителей. Вопрос, будет ли речена проблема с исчезающей холодной водой, пока остается открытым. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Приобрести все самое необходимое можно не только в больших торговых центрах и сетевых магазинах, но и на традиционной ярмарке, что работает в центре города Видное. Подробности в материале Дмитрия Книги. На площади около кинотеатра «Искра» работает ярмарка, на которой любой житель города может найти что-то полезное для себя. Здесь представлен широкий ассортимент – от одежды и обуви до товаров для дома и продуктов питания. Например, мед самых разных сортов. Мы приехали из города Барнаула, привезли мед алтайский, соты, прополис, перга, пыльца. Чтобы выбрать мед по своему вкусу, перед покупкой его можно продегустировать. «Если сейчас очень много медов какими-то добавками, там шоколадные какие-то, ягодные, то есть это…» «На все натуральное. Да, я такие не люблю, а это как бы более натуральное». Накануне нового учебного года у родителей не должно возникнуть вопросов, где и как собрать ребенка в школу. Ответы на них находятся прямо здесь, у кинотеатра «Искра» в самом центре города. За рюкзаками, школьными тетрадями, канцелярскими принадлежностями не нужно специально куда-то ехать. Кроме того, на ярмарке представлена литература для младшего школьного и дошкольного возрастов. «В основном московские издательства и издательства Белоруссии. Детские книги, развивающая литература для школьников, для детей подготовительных групп и для детей, которые сейчас пойдут в первый класс». В соседнем торговом павильоне расположена одежда высокого качества. Особым спросом она пользуется у пенсионеров, так как цены приятно удивляют. «Головные уборы, пожалуйста. Бейсболочки, панамочки. Все по нормальной цене. Сезончик закончится, можно купить по нормальной цене. Конец сезона. Большие скидки. Так что приходите». Рядом большой выбор овощей, фруктов, орехов и ягод. Ведновчанка София Акуева вместе с мамой пришла на ярмарку за покупками. «Мне больше всего бы хотелось здесь купить, наверное, голубику. Почему? Потому что голубика полезна для зрения, еще она очень вкусная». Сразу на нескольких витринах лежат мясные и молочные изделия, привезенные из разных уголков России и Беларуси. «Пользуются спросом и баварская колбасочка, и докторская, и телячьей с язычком, сардельчики, и георгиевская, белорусская, говяжье рубленое мясо, деревенское рубленое мясо. У нас очень хороший выбор». Во многих палатках есть полезные мелочи для дома и хозяйства. Еще на ярмарке можно приобрести очки. Как для защиты от солнца, так и с диоптриями, согласно медицинским показаниям. «Отчочки есть от плюс 0,5 и до плюс 12, и от минус 0,5 и до минус 16. Есть и центровка стандартная, есть центровки и нестандартные от 58 и до 68». Ярмарка в центре города уже давно стала традиционным местом, куда видновчане отправляются за теми или иными покупками. Работа торговых рядов находится на контроле у администрации округа, чтобы обеспечить безопасность жителей. «Периодически мы, скажем так, вместе с отделом торговли проводим какую-то профилактику по улучшению и условий, и следим за качеством товара, смотрим, чтобы все это продаваемое было надлежащего качества, ну и в принципе условия торговли отвечали всем санитарным нормам и безопасности в сегодняшних условиях». Успейте посетить ярмарку. Она работает до 30 августа. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В преддверии Дня города в Центральной библиотеке Видного открылась выставка «Знаковая история». Ознакомилась с коллекцией наш корреспондент Екатерина Коваленко. На нескольких сцендах размещены сотни больших и маленьких популярных и редких значков. Они выпущены в разное время и посвящены знаменательным датам и событиям Видновского края. «Историю нашего города, нашего района можно изучать вот именно по вот таким маленьким значочкам. Вот представьте, ты берешь вот такой вот значок и начинаешь раскапывать, копать глубже. Мне кажется, это здорово». Собраны экспонаты усилиями двух коллекционеров, страстно влюбленных в свою малую родину. Евгений Лаврентьев уже 10 лет с азартом ведет охоту за интересными экземплярами. На выставке представлены более 350 его значков. О каждом из них Евгений может долго и с увлечением рассказывать, особенно о настоящих же мчужинах коллекции. «Вот этот знак, пробный знак, который не был утвержден в тираж. Знак изображает главный дом усадьбы Горки. Возможно, тираж был несколько штук, но вот сохранившийся именно дошедший до наших дней достоверно известен только один. Поэтому можно, в принципе, утверждать, что эта вещь уникальна». Тщательные отборы по иск редких вещей ведет и другой герой выставки – коллекционер Алексей Чащев. Его в собрании немало интересных предметов, выпущенных в период от 50-х годов до наших дней. Впрочем, только значками его коллекция не ограничивается. «Почетные грамоты, есть вымпелы, есть книги, есть учетные карточки ДК МКГЗ». Продлится знаковая история до 30 сентября. Приходите. Двери центральной библиотеки открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова